Эммануэль Макрон подписал трудовую реформу, которая была одним из главных его обещаний во время предвыборной кампании. Сделал это французский президент, несмотря на постоянные протесты накануне. В чем суть реформы и чем недовольна часть французов, расскажет Елена Абрамович. Улицы Парижа накануне подписания Макроном реформы заполонили толпы недовольных. В первую очередь представители профсоюзов. Они считают, что изменения в трудовом законодательстве в пользу крупных компаний. Возглавил шествие лидер леворадикального движения, не подчинившаяся Франции, Жан-Люк Маланшон. Я думаю, что в условиях демократии политические лидеры чувствуют, где находится баланс сил, и они должны оценивать ситуацию. Мы не можем навязывать большому количеству людей то, чего они не хотят. Такого никогда не было. Это не первая демонстрация, но она не остановила молодого французского президента. Он все-таки подписал пять указов, которые реформирует Трудовой кодекс. Эта реформа была одним из его главных предвыборных обещаний. Цель создать рабочие места и сделать страну более конкурентоспособной. Именно об этом и напомнили в правительстве Макрона. Не стоит противопоставлять разные формы демократического выражения. Есть протесты, но есть и выборы, которые дают мандат президенту и правительству действовать согласно взятым обязательствам. Реформа призвана ввести более гибкий механизм переговоров между профсоюзами и работодателями. Она упрощает процедуры подписания трудовых контрактов, а также увольнения сотрудников. Вводит право на дистанционную работу и фактически уменьшает риски для работодателей. Предпринимая этот шаг, мы опирались на французские трудовые отношения, которые глубоко укоренились в течение десятилетий. Но также стремились быть лояльными к вызовам сегодняшнего дня. Противники реформы пообещали и дальше выводить людей на демонстрации. Но задействованы в противостоянии лишь крайне левые евроскептики. А их поддержка в стране невелика. Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер.